МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наталья Владимировна Леонтьева родилась в Санкт-Петербурге. Окончив местную школу, поступила в первый Ленинградский медицинский институт имени Павлова. После окончания работала в поликлинике. Защитила кандидатскую диссертацию на тему нарушения микроциркуляции при переломах. А после и докторскую, посвященную особенностям микроциркуляции при воздействии лазерного излучения. Сейчас Наталья Леонтьева является профессором кафедры внутренних болезней и нефрологии Северо-Западного государственного медицинского университета имени Мечникова. Расскажите о цели визита в Карачаево-Черкесию. Это мой второй приезд в Карачаево-Черкесию по приглашению главного врача больницы Ирины Жошавны Гербековой. Поскольку я являюсь профессором кафедры внутренних болезней и нефрологии, она пригласила меня первый раз прочитать несколько лекций о хронической болезни почек. Действительно, в Карачаево-Черкесии этот вопрос достаточно актуальный, поскольку нефрологическая заболеваемость здесь высокая. В плане подготовки два года назад к первому приезду сюда, я действительно посмотрела статистику по различным регионам России, и в Карачаево-Черкесии один из регионов, где заболеваемость нефрологическая выше, чем в некоторых других регионах. Конечно, вопрос актуальный. Хочется сказать, что такое болезнь почки, которая, по сути дела, представляет собой стадийный процесс прогрессирования, утраты почечной функции с исходом в заместительную почечную терапию или трансплантацию почки. Конечно, этот процесс продления жизни пациентам с появлением гемодиализа и перитениального диализа – это пролонгирование жизни пациентам. Но эта жизнь очень сложная, трудная. И предупредить, замедлить прогрессирование процессов почки – это задача нефролога. Именно с этой целью я приехала в прошлый раз. Я читала лекции по хронической болезни почек, по синдромальным проявлениям, которые типичны для заболевания почек. И мы обсудили целый ряд вопросов водно-электролитного баланса, которые надо понимать и в условиях здорового образа жизни. Все равно поддержание водного баланса, водно-электролитного баланса – это важная часть жизни человека. И дальше изменение водно-электролитного баланса при почной патологии. Поделитесь подробностями исследований нового препарата. Препарат можно приобрести по аптекару. Доставляется он в течение двух суток максимум. У меня действительно есть достаточная группа пациентов, которые приезжали в Петербург из Махачкалы. Вот так случилось. Я им рекомендовала еще раньше этот препарат, который действительно не реализовывался через аптеки, поэтому они в фирме «Фарма-Мед» приобретали этот препарат. Теперь все проще через аптека РУ. Этот препарат, нефрамон, представляет собой сироп на ксилите, который содержит экстракт касатика тонколистного, причем касатик тонколистный, который собран в Монголии, в Южно-Габийской пустыне. Именно касатик тонколистный из этого региона обладает нефропротективной активностью. К сожалению, я не могу сравнить, потому что нет таких исследований, насколько состав биофлавоноидов касатика тонколистного отличается от касатика тонколистного, произрастающего в Калмыкии, в Забайкальском крае, в Вологодской, Саратовской области. Там он объявлен как растение, объявлен редким растением и занесен в Красную книгу. Это вот по России. Описаны регионы в Казахстане, где произрастает этот самый касатик тонколистный. Но, насколько я знаю, поскольку я была в декабре в Алма-Ате, в Казахстане по приглашению ректора университета и читала тоже лекции, в том числе и по антиоксидантной активности, и по перекосному окислению, они мне, доктора, сказали, что задали вопрос, почему же наш касатик казахский не используется в качестве лекарственного вещества, только, так сказать, доставляет удовольствие, радость, как цветок. Скорее всего, либо его состав этих растений, произрастающих в разных регионах, не изучен, вполне возможно, вполне возможно, что экстракт из этих растений тоже обладает нефропротективным свойством. Будущее покажет. Будущее покажет. Может быть, вот, нефрамон, препарат, который был создан совместными усилиями монгольских и российских, санкт-петербургских фармацевтов, может быть, вот этот препарат, и эффективность его подвигнет изучить свойства и касатика, который произрастает в других регионах. Возможно. Я этим вопросом не владею, просто чисто теоретически говорю о том, что почему нет. На что влияет сам препарат? Этот препарат, еще раз, нефропротективное действие. Что такое нефропротективное действие? Это воздействие на почечную функцию. Почечная функция складывается из фильтрации, которая происходит в клубочке, в сосудах, в капиллярах почки. Дальше транспорт вот этого ультрафильтрата, профильтровавшейся части крови по канальцам, где обеспечивается реабсорбция целого ряда веществ, в том числе и белковых компонентов. И дальше выделение уже процесса реабсорбции, всасывания, и обеспечивают всасывание и адекватного, нужного организму, количество воды и электролитов. Если почка теряет функцию, то развивается так называемый, постепенно, по мере утраты функции, развивается нефротический синдром, который характеризуется избыточным выведением воды, избыточной потерей белка, и в первую очередь при изменении структуры вот этого клубочка, этих капилляров, теряется альбумин. Отсюда организм теряет белковую компоненту, и в ответ на это изменяется очень серьезно липидный обмен, повышается уровень холестерина разных структур носителей холестерина липопротеидов. К сожалению, повышается уровень атерогенных липопротеидов. И вот эти изменения функции почки, утрата белка, потери альбумина и повышение уровня холестерина, это серьезный путь к организменной патологии сердечно-сосудистой системы. Не случайно статистика говорит о том, что по частоте развития слепоты хроническая болезнь почки, как причина вот этих самых изменений, о которых я сказала, стоит на первом месте. Когда было изобретено новое лекарство? Препарат, фактически, который был разработан уже в 2000-х годах, который зарегистрирован уже, могу ошибиться, я могу ошибиться, но 5-6, наверное, так зарегистрирован был. Препарат лучше, почему вот такой альянс образовался монгольских коллег и наших российских коллег, потому что у монгольских коллег ранее был препарат на спиртовой основе. Ну и спиртовая основа не всегда хороша при целом ряде процессов. Создан препарат на сиропе, на сиропе ксилита, который действительно хорошо переносится, не вызывает никаких расстройств со стороны желудочно-кишечного тракта. Мы также не отметили и в исследовании, и мы же назначаем этот препарат своим больным по соответствующим показаниям, мы не видели аллергических реакций, что крайне важно, потом препарат обладает приятными вкусовыми качествами, что тоже действительно не доставляет пациенту каких-то проблем. Это просто-напросто сироп, достаточно вкусный, с приятным запахом, поэтому прием его, так сказать, не доставляет никаких проблем. Ведь мы прекрасно знаем, особенно у пациентов нашего профиля, нефрологических больных, у них иногда затруднен акт глотания, какие-то проблемы с желудочно-кишечным трактом. Они боятся дополнительных каких-то таблеток, говорят, что мне таблетки плохо переношу, там развивается вздутие, живота отрыжка, плохо проглатывается таблетка. А здесь вот такая лекарственная форма, она действительно хороша, я считаю, вот в этих условиях прогрессирующего заболевания почек с целью замедления прогрессирования. Этот препарат уже используют в больницах. Каковы результаты? Результат действительно положительный. Я не случайно организовала это исследование. И я очень благодарна, как исследователь, как научный работник, я благодарна Ирине Жошауне, что она пошла навстречу и создала все условия. Ведь клиническое исследование – это особый вариант. Это надо подобрать группу, это все-таки надо обработать материал по критериям включения и исключения. Это тоже непросто. Более того, что крайне важно в этом исследовании, это все были пациенты, которые уже наблюдались у нефролога. Это не первый визит к нефрологу, хотя действительно даже на первом визите при получении всей информации, я имею в виду лабораторных показателей, конечно, нефромон можно порекомендовать. Это действительно факт. Но это не вариант исследования. А вот клиническое исследование, оно выполнено было грамотно, хорошо, очень компактно. Очень начали, я думаю, сейчас, значит, первые пациенты уже получали нефромон в феврале прошлого года. Три месяца. Потом три месяца. И 50 человек. И три месяца потом мы смотрели результат. Поэтому исследование было выполнено качественно. И тут единственное, что можно говорить правильно. И я думаю, в этой республике, где высокая заболеваемость нефрологическая, препарат должен занять свое достойное место. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин